Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Андрей Берпяка, я директор компании CoderLine. Хочу рассказать про то, что такое у нас контрактная форма работы, чем она отличается от штатного трудоустройства, в чем у нее специфика и ответить на часто встречающиеся вопросы в этой части. Может быть, некоторые из наших заказчиков, чаще всего это довольно крупные корпорации, не имеют возможности набирать специалистов в штат. Мало того, у них стоят планы по сокращению штата, как в IT-части, так и не в IT-части. Нередко это связано с какими-то такими общекоммерческими интересами истории. Это когда ключевым показателем для определения эффективности корпорации является, например, выручка на одного штатного сотрудника или прибыль на одного штатного сотрудника. Соответственно, когда выручка не очень быстро растет, а количество штатных сотрудников уменьшается, то оценка эффективности такой компании, она от этого растет, понятно, при уменьшении количества штатных сотрудников. Но, как вы наверняка понимаете, при сокращении затрат обычно это приводит к тому, что потребности в автоматизации еще больше возрастают. Второй момент, что такие корпорации могли бы законтрактоваться с подрядчиками с ИП или заключить договор ГПХ непосредственно с физическими лицами и, собственно, так и работать. Но дальше у них и в этой части есть трудности, связанные с тем, что контрактование с внешними контрагентами приводит к тому, что нужно проходить тендерную процедуру, аккредитация, какие-то этапы согласования, несколько коммерческих предложений только после этого утверждения конечного решения. Обычно это занимает от нескольких недель до иногда даже нескольких месяцев для того, чтобы законтрактоваться с внешним контрагентами. Понятно, что ИП или физические лица на ГПХ не будут столько времени ждать для того, чтобы законтрактоваться с компанией на такого рода работы. Поэтому такие корпорации обращаются к нам для того, чтобы мы помогли решить такого рода вопрос привлечением внешних специалистов на их задачи по автоматизации. Что мы, по сути, делаем? Мы ищем специалистов нужной квалификации. То есть, первое, понимаем, какого рода задача стоит у заказчика, какие цели и задачи по проекту у них стоят. Дальше ищем специалиста нужной квалификации, проводим внутреннее тестирование, собеседование. И дальше организовываем собеседование специалиста с непосредственно лицами, принимающими решения внутри заказчика. Конечное решение принимает, собственно, непосредственно заказчик, даже если мы сказали, окей, специалист подходит, все равно конечное решение остается с заказчиком, ну и собственно специалистам, которые мы привлекаем. Нужно, чтобы та работа, которую мы предлагаем, она тоже специалисту понравилась и ее было интересно делать. Значит, контрактование обычное, когда с обоих сторон мы получаем окей, то контрактование дальше происходит обычно на условиях, которые диктуются нам заказчикам. Мы заключаем договор с специалистом, с ИП-специалистом, идеальным предпринимателем. Соответственно, если нет оформленного идеального предпринимателя, то мы помогаем в этой части и рассказываем саму процедуру, иногда помогаем оформить ИП. По сути, контрактование выступает в этой части некой сервисной функции, которая первым, что мы на себя берем, это экспертизу самой задачи. Значит, для того, чтобы подобрать нужных специалистов, мы должны понимать суть задачи, как ее делать, в какие сроки, какими силами. Соответственно, первое, это экспертиза технической самой задачи и второе, это некая сервисная функция в части расчетов и организации взаимодействия с заказчиком. Но при этом нужно понимать, что рабочее взаимодействие ведется между заказчиком и специалистом напрямую. Требования по уровню компетенций по такого рода задач обычно существенно выше среднего. Это либо хороший уровень разработки, либо хороший уровень аналитики. Обязательно является знание одной из типовых конфигураций, которые профильные у заказчика. Обычно, чаще всего, это либо управление холдингом, либо это ERP. Большим плюсом является сертификация уровня специалист, специалист-консультант или эксперт по тех вопросам. Почему? Потому что заказчики, может быть, не сильно хорошо могут протестировать специалиста, но при этом хотят снизить таким образом свои риски. Поэтому требования к сертификации – это довольно такая частая история. Режим работы обычно это близкий к 100% загрузке. То есть можно работать, например, на 120% загрузки, можно на 80% загрузки, но при этом нет случаев, когда можно работать на 20% загрузки. То есть это точно не история подработки, это история фулл-тайм загрузки, но вот фулл-тайм там насколько плотно, и можно это обсуждать и как-то регулировать. Иногда заказчики ставят требования – это обязательная очная работа на площадке у заказчика. Но есть довольно много заказчиков, которые привыкли и готовы работать в режиме 100% удаленки без выезда в офис к заказчику. Длительность такой работы обычно это от 6 месяцев, но если сработались и сработались хорошо, то это несколько лет, в принципе, пока не доест одной из сторон. Также нередко ребят на контрактах мы привлекаем на свои проекты, особенно в периоды какого-то такого бурного роста проекта, когда формируется команда, или когда нужна точная экспертиза. Может быть, один из последних примеров – нам нужно было развязать проблему с растущим количеством пользователей на сервере с Postgres. И, собственно, в Postgres довольно непросто настраиваются блокировки, и один из ребят, у которого как раз на контракте, у которого очень высокие компетенции в части настройки Postgres и работы с высоконагруженным Postgres, нам помог эту проблему решить. Ну и такие привлечения у нас нередки по тем проектам, которые мы делаем. Вкратце вроде бы все. Если есть желание с нами повзаимодействовать на такой форме работы, или есть дополнительные вопросы в этой части, ниже под видео я оставлю контактный мейл. Напишите, пожалуйста, тестовое письмо, и дальше или я, или мои коллеги выйдем на связь.